Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня» в студии Елена Косолапова. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телевизионным каналам. Основные экономические темы и вопросы, затронутые в рамках этого интервью, мы будем обсуждать в этом выпуске. У нас в студии Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета. А на видеосвязи с нашей студией находится Эльгар Велезаде, политолог, доктор философии по экономике. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что к нам присоединились сегодня. Здравствуйте! Эмин Валим, хочу сначала обратиться к вам. Мы видим, что мировая экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, замедляется экономический рост по всему миру. Некоторые экономисты даже говорят об угрозе мировой рецессии. Насколько успешно, на ваш взгляд, Азербайджан справляется с этим негативным влиянием извне, исходя из тех экономических показателей, которые сегодня озвучил господин президент? Как нам известно, сегодняшние события это некие последствия пандемического периода, когда все-таки причиной сегодняшней рецессии все-таки можно связаться именно с пандемией. Даже можно и дальше войти, скажем, до пандемического периода, если посмотрим, мы наблюдали некое замедление экономического роста. Ну, сегодня какие проблемы мы наблюдаем? В частности, мы подчеркнули, что это глобальная инфляция, которую, в первую очередь, нужно связывать именно с пандемическим периодом. Уже последний год с этой болезнью борется, почему я его называю именно год, до этого мы этого не наблюдали во многих развитых странах. Но сейчас мы видим, что некая объявлена война, вот эта глобальная инфляция, и считали, что вот эта глобальная инфляция может привести и к глобальным кризисам. Поэтому с ней уже борется положительная сторона, то, что уже мы видим, что есть положительная сторона, уже мы наблюдаем некое замедление этой самой инфляции. Но, как вы отметили, некоторые его связывают с тем, что все-таки и замедление роста мировой экономики, параллельно, естественно, это и сказывается на инфляции, но нужно подчеркнуть, что последняя монетарная политика, скажем, ФРС, монетарная политика многих европейских стран, часто можно назвать и Азербайджан, мы видим, что все-таки это привело к многих странам, привело к снижению инфляции, это уже положительно. У нас, конечно, больше интересует то, что происходит у нас в стране, как развивается экономика Азербайджана. А вот в пандемический период мы знаем, что, опять же, это был некий период, когда многие, некоторые страны не справились с этими задачами, потому что не было соответствующих финансовых ресурсов. Мы за этот период наблюдали увеличение долговой ямы, долговой нагрузки, что не сказалось в Азербайджане. Как сегодня господин президент отметил, что сегодня в плане долга, у нас ситуация намного лучше. И если опять вернемся к мировой экономике, то все-таки уже последние годы прогнозируют кризис, и причиной кризиса может явиться именно долг, уровень долга во многих странах, начиная с развитых стран. Если раньше это касалось только некоторых развитых стран, сегодня мы видим, что список стал увеличиваться. И опять же, вернемся к пандемическому периоду. Вот в этот период еще больше уровень долга увеличился. Это является одной из главных сегодняшних проблем, которым может наступить именно глобальный кризис. У нас обратный процесс, у нас наоборот, государственный долг сокращается. Сокращается. И, естественно, это сказывается и на экономике тоже. И мы видим, что, естественно, мы привлекаем инвестиционную, привлекательность увеличивается. Опять же, вернемся к господину президенту. Он отметил, что открываются соответствующие промышленные парки, естественно, предоставляются преференции. Мы видим, что мы параллельно привлекаем инвестиции. Но, опять же, зависимость некую, нужно отмечить, политическую составляющую. Если вы должник, от кого-то зависите, то вести, естественно, какую-то самостоятельную политику невозможно. Это ограничено. Тем более, это касается географических мелких стран. Вот видите, в этом плане я считаю, что как раз в период пандемического периода, да еще немаловажный фактор, что в этот период господин президент именно связывался. Мы наблюдали переход на некий технологический уклад. Мы наблюдаем в этот период активную политику, скажем, с многими странами, когда мы имели хорошие торговые связи, мы налаживали экономические связи с многими, даже транснациональными корпорациями. Мы видим, что здесь создавали соответствующие уже, мы говорим о зеленой энергетике. Это сегодняшние вызовы сегодняшней мировой экономики. Если действовать параллельно этим вызовам, то можно дарить. Сегодня в глобальной экономике, не игнорировая эти факторы, невозможно. Поэтому я больше ссылаюсь на них. И вот в этой ситуации, когда мы говорим, если, знаете, подчислять макроэкономические показатели, это не полностью раскрывается вся картина. Для этого нужно сравнивать именно глобальные вызовы. Если учитывать глобальные вызовы, то нужно уже говорить об успехе экономической политики. Я считаю, что сегодняшняя рецессия, сегодняшняя ситуация, это очень хороший шанс для увеличения нашей доли в мировой экономике. Опять же, повторюсь, я многократно повторял, что есть такие пессимистические настроения, что если мы наблюдаем некую рецессию, то это приведет к уменьшению спроса на нефть, а это, в свою очередь, может повлиять на экономическую составляющую, на экономический рост Азербайджана. Нет, я считаю, что сегодня ситуация иная. Мы сегодня диверсифицируем нашу экономику. Мы уже продаем, уходим на мировой рынок не только нефтью и газом, сейчас электричеством. Мы работаем больше на будущее. И считаю, что как раз-таки сегодняшняя ситуация, по суде сегодня, по выступлению господина президента, я считаю, что очень большие шансы у нас увеличить нашу долю в мировой экономике, очень большие шансы интегрировать в мировую экономику, очень большие шансы копировать между нашими странами, между региональными странами. Ильгар Малим, к вам будет вопрос. То есть мы видим, что внешние факторы, они достаточно негативные все, но при этом экономика Азербайджана год от года растет. Вот сегодня господин президент говорил, что в 2022 году ВВП достиг рекордного уровня 134 миллиарда монатов. Внешний долг, наоборот, он уменьшается. И вот опять же по цитате господина президента, в прошлом году он снизился, до 9,5% к ВВП. То есть это очень маленький долг, если сравнивать с другими странами. В некоторых странах он доходит до 100% к ВВП. Благодаря чему это стало возможно? Такие позитивные экономические показатели, несмотря на то, что в мире в целом экономическая ситуация не очень хорошая. Здесь, наверное, стоит говорить о двух компонентах. Прежде всего, это проводимая последовательная социально-экономическая политика, экономическая политика или политика реформ. Это политика, направленная на развитие не нефтяного сектора экономики, на политика, ориентированная на экспортоориентацию и импортозамещение, в целом ряде направлений экономической деятельности. А с другой стороны, мы достаточно удачно использовали вот эту негативную конъюнктуру, которая сегодня складывается на международных рынках, в свою пользу. Достаточно вспомнить, что еще, скажем, пару лет назад объем продаваемого, скажем, абсолютной и фактической величины продаваемого Азербайджаном газа давали нам гораздо меньшую выручку, чем вот те объемы, которые мы оставляли на мировой рынок, в частности, на европейский рынок в прошлом году. Фактически наши доходы от экспорта нефти и экспорта газа сравнялись. Такого никогда не было в истории. То есть мы достаточно эффективно использовали вот эту конъюнктуру и заблагодаренно к ней подготовились. Почему? Потому что в предыдущие годы активно велось строительство экспортных газопроводов, в частности, южного газопровода. И здесь, конечно, надо обращать внимание на то, что азербайджанская экономика в целом оказалась, как бы ни странно ни звучало, подготовлена к этой ситуации. Конечно, в гораздо более лучшей степени, чем, скажем, экономики сопредельных государств и так далее. И здесь еще один немаловажный момент заключается в том, что Азербайджан сумел правильно распорядиться своим еще географическим положением, потому что, находясь на стыке очень важных регионов, Азербайджан смог перенаправить очень важные транспортные потоки через нашу страну, таким образом, фактически, заострив внимание ведущих игроков региональных и в нерегиональных на экономическом потенциале Азербайджана. Ну, кроме того, надо сказать, что драйвером развития азербайджанской экономики сегодня выступают освобожденные территории, такие масштабные работы, которые проводятся на освобожденных территориях. Обычно такие крупные инфраструктурные проекты, они стимулируют развитие экономики. Азербайджан обладает ресурсами, собственными ресурсами для того, чтобы реализовать эти проекты. Это дополнительно стимулирует развитие отрасли нефтяного сектора, в целом придает динамику экономическому росту. В последние годы активно развивается капитальное строительство, мы осваиваем новые, скажем, направления деятельности. В частности, об этом говорилось электроэнергетика, зеленая энергетика. И здесь есть достигнуты немалые успехи. Достаточно вспомнить, что за прошлый год мы в два раза увеличили объемы экспорта электроэнергии. То есть тоже небывалые показатели. В два раза увеличили. А в перспективе есть, конечно, планы по кратному увеличению объема экспорта нашей электроэнергии. И это тоже является одним из важных факторов экономического роста страны. Конечно, необходимо отметить, что за последние годы мы активно развали контакты, сотрудничали с определенными странами, государствами, с регионами. Были подписаны очень важные контракты и очень разные многоплановые контракты. Здесь речь идет не только о крупных каких-то инвестиционных проектах, но и проектах в сфере малого и среднего бизнеса. Это тоже в значительной степени стимулирует развитие экономики. В прошлом году президент нашей страны посещал целый ряд государств. И во время каждой поездки были организованы крупные бизнес-форумы, где принимали участие бизнесмены и Азербайджан и других государств. На этих бизнес-форумах были подписаны крупные проекты, вернее соглашения, многомиллиардные соглашения. Если брать по каждой стране и суммировать эти соглашения, то речь идет о нескольких миллиардах долларов. Все это тоже в целом вкупе стимулирует развитие экономики, придает ей устойчивость в этих очень сложных, непростых условиях. Эмин Малим, вновь хочу обратиться к вам. К сожалению, экономика Азербайджана развивается достаточно успешно, но, к сожалению, все-таки вот эти негативные процессы, которые происходят в мире, в мировой экономике, они на нас тоже отражаются, учитывая то, что Азербайджан входит в эту мировую экономику и является ее частью. В частности, везде наблюдается инфляция, и у нас, к сожалению, тоже растут цены. Об этом тоже господин президент сегодня говорил, что у нас завозная инфляция, к сожалению, есть. Как вы считаете, насколько успешно государству удается защитить наиболее уязвимые слои от вот этих негативных последствий, в частности, завозной инфляции? Мы знаем, что были предприняты очень много мер для борьбы с этой самой инфляцией. В принципе, знаем, что, опять же, повторюсь, инфляция была связана именно с эмиссией, дополнительной эмиссией денег, которая тоже была необходима, нужно бы чекнуть, что где-то 80%, естественно, этой составляющей, этой инфляции составляет именно импорт, так называемая глобальная инфляция. Да, сначала мы знаем, что были приведены соответствующие тарифные меры. Далее мы сегодня видим, что сегодня и соответствующие органы, соответствующие органы занимаются именно мониторингом. Есть некая манипуляция, есть соответствующие, скажем, субъекты, которые, пользуясь этим моментом, поднимают цену. Поэтому в этот период даже есть практика того, что, если взять зарубежную практику, есть даже практика того, что если в этот период намеренно поднимает цены на те или иные товары, особенно продовольственные товары, то, естественно, начинается уголовное дело, открывается уголовное дело. Хотя у нас еще такого нет, но считаю, что эти меры уже, пора думать и об этих мерах тоже. В принципе, я считаю, что сегодня мы видим, достаточно финансовых ресурсов выделяется. Это, скажем, оно не должно оставаться в стене. А что касается именно, с другой стороны, мы наблюдаем некую бюджетную нагрузку. Видим, что правительство время от времени проводит некую индексацию цен. И, соответственно, эта индексация поднимается, естественно, в минимум заработной платы, в общем уровне социальных выплат увеличивается. Это тоже, знаете, сегодня необходимо проводить, учитывая сегодняшнюю ситуацию, учитывая сегодняшние вызовы мировой экономики. Еще немаловажный факт, да, учитывая именно экономическую модель Азербайджана, это уже нужно. В общем, что вот здесь именно социально направлена экономика, социально направлен бюджет наш. А с другой стороны, еще нужно учитывать то, что вот если посмотреть, опять же, модели мировые экономические модели, то мы видим, что есть, скажем, англосаксонские экономические модели, есть континентальная Европа, то больше мы соседствуем именно с европейскими странами. Континентальная экономическая модель, она все-таки диктует, чтобы в этом географическом расположении нужно проводить соответствующую политику. Но опять же, повторю, что не всем странам это присуще, не всех странах есть соответствующие ресурсы, не все страны готовы к этим, скажем, вызовам или неправильно интерпретируют сегодняшнюю ситуацию. Вот самый главный, на мой взгляд, успехом азербайджанской экономики, азербайджанский реформ, это на каждой стадии развития мировой экономики и на каждой стадии развития учитывать вызовы, отвечать на эти вызовы. Один немаловажный фактор, что именно инфляция. Инфляцией можно бороться многими, скажем, есть многие рычаги для борьбы с этой инфляцией. Одна из них это повышение. Все-таки не нужно очень... С другой стороны, где даже есть такие, скажем, в экономической теории, есть такие сторонники того, что в принципе можно где-то эта инфляция, она в определенной степени стимулирует экономику. Мы знаем, что это принято. Но с другой стороны, государство должно заботиться, если есть соответствующие ресурсы, то в принципе может воспользоваться этим ресурсом и стимулирует всю экономику. Я думаю, что вот этот факт сам по себе, первое, это защищает соответствие слоя общества, а с другой стороны, оно и стимулирует совокупность спроса. И естественно, для этого нужно создавать институты, чтобы эти самые дополнительные финансовые ресурсы не ушли за рубеж. Поэтому, естественно, сегодня диверсификация экономики, начиная с 2014 года, мы видим, что оно направлено не от нефтяной зависимости, а направлено на диверсификацию экономики. Мы видим, что в прошлом году, это первый год, когда доля нефтяного сектора стала расти, нужно это подчеркнуть, это немаловажно, это самая главная задача экономики Азербайджана, в частности, это доля обрабатывающей промышленности нужна, нефтехимическая промышленность начала развиваться, мы экспортируем это уже, она больше, сегодняшняя экономика больше направленнее на экспорт, на экспортную составляющую, ее конкурентоспособность растет. Тоже немаловажно сегодня, этому предшествовало, что именно соответствующая экономическая политика. Мы видим, что создается, как сегодня выступление отметил господин президент, создаются соответствующие зоны, где применяются преференции. Сегодняшняя конкурентная борьба, опять же, давайте сравним многие страны, даже ближние, дальше, все применяют, если у них нет соответствующих финансовых ресурсов, там, скажем, для сегодня, то, что социальная политика, они все-таки применяют соответствующие преференции. Поэтому параллельно, я думаю, что параллельно сегодняшнее применение этой социальной политики, параллельно и должна, вот, применение преференции тоже необходимо. Мы видим, что наши правительства учитывают эти все факторы и сегодняшние вызовы о конкурентном состоянии, состоянии азербайджанской экономики. И видим, что мы параллельно, как государственная доля государства, мы видим, что доля государства в социальной политике увеличивается, мы видим. Эта положительность сказывается и на инвестиционной привлекательности, создаются наши предприятия. Мы видим, что очень удачная политика по стимулированию среднего предпринимательства. Это тоже нужно создавать. Мы видим, что есть соответствующие пилотные проекты, которые ступенчато развивают и создаются институты рыночной экономики, институты капиталистического общества. Это тоже немаловажно, хотя у нас есть история развития, но мы видим, что после 2014 года мы больше перенаправились именно на диверсификацию экономики. Энергетика тоже сегодня необходима. Видим, что это дает результаты. Мы уже применяем новые технологии. Как мы с вами обсуждали, это зеленая энергетика. Тоже это является базовой, как и нефтяная. Как мы видим, что сегодня мы говорим о переходе на нефтяной секторе. Мы смотрим, что в экспорте видим, что продукты нефтехимической промышленности. Это нужно воспользоваться этими, скажем, преференциями, сравнительными преимуществами, которые у нас сегодня имеются. В дальнейшем, я считаю, что если и газ, есть очень много товаров, которые работают именно с газовой промышленностью, дальше с электроэнергетикой, это все-таки является некой фундаментальной основой для создания кластеров в Азербайджане, для создания в будущем индустрии, которая соответствует именно сегодняшним вызовам. Именно сегодняшняя цифровизация, сегодняшняя зеленая энергетика и так далее. И считаю, что вот эти все меры, параллельно, как и до этого, это и политика социальной защищенности. Далее можно и Карабах, не надо забывать о Карабахе, есть возвращение на эти территории людей, это тоже социальная политика в определенной степени. И значит, у нас мы знаем, что более миллиона человек были выселены из Карабаха. Возвращение на эти земли, это дополнительные ресурсы, это дополнительные земельные угодья, это дополнительные ресурсы. Естественно, эти все вопросы решаются, уже ведутся восстановительные работы достаточно быстрыми темпами, так что будем надеяться, что в скором времени эти люди смогут вернуться на свои родные места. Ильгар Малим, к вам хочу обратиться вновь. Вы до этого немножко затронули вопрос транспорта, транспортного потенциала Азербайджана. В принципе, этот вопрос в ходе сегодняшнего интервью господин президент тоже затрагивал, говорил о том, какой большой потенциал есть у Азербайджана, как много работы реализовано в этой сфере. И вообще, обычно в сферу транспорта активно развивают государства, которые имеют непосредственный выход в мировой океан, в открытое море. У Азербайджана такого выхода нет, но тем не менее, наверное, это одна из тех немногих стран без выхода к морю, который превратился в транспортный хаб. Как вы считаете, в нынешних геополитических реалиях, с учетом тех изменений на пространстве Евразии, которые мы видим сегодня, как будут развиваться транспортные коридоры, которые проходят через Азербайджан? Я тут имею в виду и восток-запад коридор, и коридор север-юг. Мы неоднократно обращали внимание на то, что в последние годы, особенно в постпандемический период, особое размитие получили внутриконтинентальные транспортные маршруты. Есть для этого и соответствующие основания. Дело в том, что цена за морской фракт достаточно выросла за последние годы. Сейчас она стабилизировалась в последние месяцы, но здесь тоже наблюдаются очень серьезные проблемы с международными морскими перевозками. И для многих государств просто стало невыгодно использовать морские перевозки, особенно если речь идет о тех государствах, которые не имеют непосредственного выхода в мировой океан и вынуждены обращаться к соседним государствам, которые имеют выход в мировой океан. Для них стало все меньше и меньше выгодно использовать именно морской транспорт. С другой стороны, если обратить внимание на потенциал, который содержится в внутриконтинентальных транспортных перевозках, то мы видим, что в последние годы не только Азербайджан, но и другие государства стали наращивать количество подвижного состава. Сегодня идет достаточно серьезное переоснащение транспортных средств, которые базируются не только на железной дороге, но и на автомобильном транспорте. Для многих государств транспортные перевозки через автомобильный, посредством автомобильного транспорта становятся выгодными. Конечно, мы используем все эти преимущества, поскольку находимся на стыке различных регионов. Но надо обратить внимание на то, что Азербайджан за последние десятилетия вложил очень много средств, это порядка больше 30 миллиардов, если не больше, долларов на развитие транспортной инфраструктуры, причем сделал это преимущественно своими собственными средствами. Мы не обращались к крупным заимствованиям у внешних источников, и поэтому все эти проекты реализованы на наши средства. Более того, мы осуществляли и осуществляем крупные проекты за пределами нашей страны. В частности, в прошлом году было достигнуто решение выделить дополнительно 100 миллионов долларов на повышение пропускной способности грузинского участка железной дороги Баку-Дбериси-Карс. Сегодня ставится задача по увеличению пропускной способности, мощности порта Аля. К сожалению, я вынуждена вас прервать, учитывая то, что наше эфирное время подходит к концу, у нас в эфир уже просится другая передача. Большое спасибо, уважаемые эксперты, что к нам присоединились сегодня. Напомню, что это была передача «Экономика дня», меня зовут Елена Косолапова. В этом выпуске мы обсуждали основные экономические темы, которые затронул президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам. На мои вопросы отвечали Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета и Эльгар Велизадея, политолог, доктор философии по экономике. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok